К новостям медицины. Самая эффективная защита от COVID-19 это профилактика. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе отменили большинство коронавирусных ограничений, в том числе и масочный режим. Однако медики говорят, что COVID хоть и сдал позиции, но полностью никуда не исчез. На сегодняшний день самая надежная защита от него это вакцинация, а спад заболеваемости – подходящее время, чтобы привиться. Какие еще рекомендации врачи дают населению? Сколько раз жители Твери готовы ревакцинироваться? В материале нашего корреспондента. Медперсонал прививочного пункта при поликлинике больницы скорой медицинской помощи отмечает, что старшее поколение к профилактике COVID-19 подходит серьезнее, чем молодежь. На прививку строго по графику. Среди послушных пациентов жительница Твери Ольга Бабушкина. Женщина приходит на ревакцинацию в четвертый раз. Мы же видим, что может быть, как люди болеют и как они выкарабкиваются. И, конечно, надо даже без всяких разговоров. Это даже не обсуждается. Также Ольга Петровна призналась, что ей и вовсе удалось избежать заражения COVID-19, течение которого, к слову, у возрастных пациентов спрогнозировать крайне сложно. Непредсказуемость этой инфекции отметила и врач-терапевт Ирина Павлова. Заболевание достаточно серьезное, протекает тяжело. И сейчас мы приглашаем, мы настоятельно просим пройти вакцинацию, ревакцинацию наших граждан, особенно лиц старшего возраста. Согласно данным статистики, к началу апреля этого года от коронавирусной инфекции привито почти 690 тысяч жителей Верхневолжья. 258 тысяч из них – представители старшего поколения. Около 160 тысяч пациентов прошли ревакцинацию. Напомним, что иммунитет после прививки или перенесенного заболевания сохраняется около 6 месяцев. Но определенных категорий граждан он меньше. Задача ревакцинации – поднять титр защитных антител на нужный уровень. Что касается пожилых людей и людей иммунокомпрометированных, у которых имеются те или иные отклонения в функции иммунной системы, то необходимо проводить ревакцинацию даже чаще, чем всем остальным людям, потому что иммунитет и вообще иммунный ответ на вакцинацию развивается медленнее и сохраняется менее продолжительное время. Ревакцинация делается чаще всего спутником Лайт, но подойдут и другие препараты – Ковивак, Эпивак Корона и, конечно же, спутник Ви. Его первый компонент может использоваться для однократной вакцинации, как и спутник Лайт, ведь их составы идентичны. Также врачи отмечают, что период снижения заболеваемости – самое лучшее время сделать прививку. В случае с коронавирусной инфекцией любое время является удачным, но в условиях снижения заболеваемости ковидом, конечно, вакцинироваться проще, потому что риск заболеть на фоне вакцинации становится меньше. О необходимости прививаться от коронавирусной инфекции неоднократно напоминал и глава региона в рамках программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-24». Губернатор также отмечал, что вакцина способна предотвратить тяжелые последствия этой болезни. Надо обязательно делать прививки. И мы сейчас видим, что люди, которые сделали прививки, они практически 3-4 дня болеют. Это видно по статистике. 95% тех, кто у нас находится в реанимации, это люди, которые не сделали вакцинацию. Поэтому мы видим это, понимаем это. Это уже опыт двухлетней борьбы с ковидом. Напомним, что прививочные пункты работают в обычном режиме – в будни и выходные. Они функционируют при медицинских учреждениях и на территориях крупных торговых центров. Прийти на прививку можно как по предварительной записи, так и без нее. Точные адреса и часы работы вакцинальных кабинетов есть на сайте регионального министерства здравоохранения.